Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сразу же хочу извиниться за то, что некоторое время у нас отсутствовали брифинги, знаю, что многие на них ориентируются. Связано это было с тем, что я принимал участие на конференции Forex Expo в Казахстане, собственно, она завершилась буквально недавно. И сейчас у нас есть возможность вернуться к нашей полномерной работе и освещать события в прежнем формате каждый день. Конечно же, спешу реабилитироваться и сегодня воспользуюсь возможностью, с вашего позволения, чтобы актуализировать новостной фонд, чтобы по-прежнему держать вас в курсе всего, что происходит. Мы пробежимся не только по событиям прошлого дня, но и коснемся, наверное, важных, самых важных экономических и макроэкономических поводов, инфоданных, статистики за последние несколько недель. И я думаю, что это очень важно, потому что, еще раз повторяюсь, у нас ключевой посыл связан с тем, что по статистике нужно держать преемственность. И только в складчину, опять же, анализируя разные сектора, разные направления экономик, мы можем делать долгосрочные выводы и строить долгосрочные взгляды касательно того, что же происходит с регионами и что можно ожидать в плане влияния на национальные активы этих регионов, опять же, в такой же растянутой перспективе. Сегодня в ходе брифинга анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение. Знаю, что по бонусам мы этим соскучились, поэтому сегодня можно его несколько поднять. Величина бонуса сегодня 12%. Что касается кодового слова, то, опять же, давайте дадим дарь уважения тем волатильным движениям, которые мы наблюдаем по большинству финансовых активов за последние дни. И в качестве такового, собственно, символичное слово, указывающее на какую-то экспрессию, соответственно, на повышенное движение, это слово «ралли». Действует бонус до завтрашнего брифинга. Соответственно, у вас есть полноценные торговые сутки, чтобы воспользоваться этим предложением. Ну, а теперь давайте переходить к нашим традиционным активам, с которых мы начинаем каждый брифинг. И речь идет, прежде всего, о динамике нефти. Что же интересного происходит с нефтью сейчас? Упустили мы заседание ОПЕК. Еще раз повторяюсь, это моя вина, потому что в пятницу у меня не было, конечно же, возможности из-за того, что присутствовало в Казахстане, вместе с вами отследить заседание ОПЕК и, соответственно, уже говорить по факту в понедельник. Ну, а сейчас давайте закроем этот пробел, вернемся к динамике нефти и посмотрим, что же наиболее интересного происходило с этим инструментом финансовых рынков вот за последние 3-4 торговые сессии. Напомню, что на прошлой неделе, сначала до ОПЕК, мы, разумеется, делали большую ставку на фактические данные по запасам нефти США. Это частная оценка API, потом данные от Минэнерго США. Собственно, эти данные позволили нам убедиться в том, что запасы увеличиваются, этот тренд сохраняется, и, соответственно, этот тренд создает возможность распродавать позиции бренд и WTI и дальше. Но это было еще до заседания ОПЕКа. Поэтому, в целом, в прошлую среду мы видели, как бренд добрался до минимального уровня 42 с небольшим, 42.50, может быть, чуть выше. И, в частности, давление на этот актив было оказано не только вследствие выхода статистики по факту прироста запасов, но еще и сообщение Минэнерго США о том, что добыча в рамках американской экономики, американских производителей нефти за последнее время увеличилась на 37 тысяч баррелей в сутки. Поэтому сейчас этот объем составляет уже 9,2 миллиона баррелей в день. Получается, что, несмотря даже на факт сокращения количества буровых, несмотря на замедление темпов роста мировой экономики, у нас по-прежнему, по факту, есть возможность констатировать прирост и делать, скажем, выпад такой информационный в пользу того, что перепроизводство, переизбыток на рынке энергоресурсов сохраняется в прежнем формате. А то, что количество выработки нефти растет, значит, у нас каждый месяц есть дополнительный аргумент, который подкрепляет наши коррекционные взгляды и правильность нашего посыла, предполагающего возможность еще больше просадки Brent и WTI. После этого трейдеры переключились уже на информационный фон, который был связан с ОПЕКом. В частности, в четверг на рынке появились слухи даже в формате инсайдерской информации о том, что ОПЕК всерьез рассматривает возможность снижения квоты дневного производства. Тут же Brent пополз вверх, поднялся, по сути, выше 44 долларов за баррель. И, наверное, этот рост был вполне действительно обоснован. Я тоже, признаться, практически поверил то, что солидарная позиция может быть выработана. Но потом трейдеры и участники рынка стали детально анализировать этот фон и поняли, что источником происхождения этой информации является, опять же, Иран. Понятно, что Иран будет лоббировать свою позицию в плане того, что без сокращения производства нефти в рамках той же Саудовской Аравии у них не будет возможности увеличить объемы экспорта после снятия финансово-экономических санкций на те уровни, которые они хотят достигнуть в ближайшее время. Поэтому на рынке не было подтверждения того, что на такой же позиции, помимо Ирана, у необходимости снижения квоты производства в рамках ближневосточного картеля придерживается и Саудовская Аравия. И как только рынок это понял, мы увидели тут же замедление бычьего ралли, но распродаж не последовало, потому что все-таки все готовились к, соответственно, ОПЕКу, а отсутствие новостей это не негативный фактор. Так, планомерно, собственно, наступил пятничный повод, связанный с заседанием ОПЕК. И уже до этого мы прекрасно знали то, что заседание ОПЕКа в целом станет реальным противостоянием между двумя нефтяными тяжеловесами, этой Ираном и Саудовской Аравией. До этого Саудовская Аравия высказала идею того, что они допускают возможности снижения квоты, но только в том случае, если эта позиция будет солидарна со другими производителями. То есть количество выработки нефти уменьшится не только даже в рамках объединения ОПЕК, но и в рамках других производителей, которые входят, скажем, которые не входят в эту организацию. Здесь речь идет о, соответственно, России и Соединенных Штатах Америки. И, соответственно, Саудовская Аравия подтвердила возможность того, что если это действительно будет обоюдное решение, в одиночку брать ответственности на себя за это они не будут. Но если, в принципе, стороны согласятся планомерно перейти к снижению, тогда Саудовская Аравия не будет, скажем, сопротивляться общему мнению, общему влиянию и тоже будет снижать планомерно объемы производства. Солидарной позиции, как вы прекрасно знаете, выработано не было. То есть стороны не пришли к компромиссу, к общему консенсусу касательно того, что квоту нужно снижать. Поэтому Саудовская Аравия оставила все на прежнем уровне. И, несмотря на все красноречие Ирана, они не смогли убедить этот регион для того, чтобы они снизили объемы производства с рекордных значений. Поэтому, если Саудовская Аравия не снижает производство, значит, в принципе, мы понимаем, что Иран не будет отказываться от своей идеи, направленной на еще большую экспансию на рынке энергоресурсов, и все-таки будет стараться увеличить объемы поставок после снятия финансово-экономических санкций. И очень важный здесь нюанс заключается в том, что по факту ОПЕКа впервые за 10 лет стороны не определили лимит максимальной планки производства. Это значит то, что верхняя планка, фактически объемы производства, они не ограничены. Сейчас с чем мы имеем дело? 30 миллионов баррелей в сутки – это квота, но фактически объемы производства составляют 31 с небольшим. Поскольку мы видим, что ни одна из сторон не отказалась от идеи, связанной с расширением собственной доли на рынке углеводородов, получается, что объемы производства с большой долей вероятности будут увеличиваться. Но в рамках Ирана и Ирака в этом даже сомневаться не стоит. Мы знаем то, что, прошу прощения, в ближайшее время партнерство ОПЕК может быть расширено еще одним членом Индонезии. И дополнительные производства уже со стороны этого региона также будут увеличивать фактическую планку. Поэтому я считаю то, что у нас есть все основания готовиться к тому, что переизбыток энергоресурсов будет и дальше оставаться ключевой темой для нефти. И мы, в принципе, полномерно подберемся к показателю, может быть, даже в районе 33 миллионов баррелей в сутки. Произойти это может уже в самое ближайшее время. Следующее заседание ОПЕК состоится у нас летом. Получается, что на 2016 год, как я и предполагал, мы входим с прежней коррекционной идеей и возможностью распродавать нефти дальше. Вчерашний минимум 39,82. Что касается текущих значений по бренду, 41,22. Стоит отметить также еще вчерашнее заявление Индритического агентства США, касающееся того, что по их оценке спрос на нефть будет снижаться в ближайшее время и просядет на 40 тысяч баррелей в сутки до фактического объема 1,37. Это, в принципе, также было ожидаемо. Я считаю то, что на фоне тех рисков, которые имеют место быть, связанных с снижением темпов роста мировой экономики и той угрозой, которая идет со стороны Китая. Действительно, экономика в глобальном плане будет слабеть. У нас нет возможности надеяться на хороший спрос. И получается, что еще и на фоне избыточного предложения у нас, опять же, все козыри на руках. Эти козыри направлены на то, что мы можем увидеть еще более глубокие значения по нефтяновому активу. То есть, если ранее мы придерживались цели 40 долларов за баррель, сейчас понимаем то, что дно может быть нащупано на гораздо более низких ценовых планках. Поскольку наши долгосрочные цели реализованы, я хочу вас с этим поздравить. Те, кто присоединился к этой идее, мы долго ждали. И, соответственно, фонд, конечно же, фундаментальный, уважил наше позиционирование. Наш ориентир профитный был протестирован. Что делаем сейчас? Я предлагаю пока все-таки понаблюдать за нефтью. Ведь очень неплохо мы уже заработали в этом активе, на этом активе. Сейчас можно последить за фактическими объемами нефти в США, то есть за запасами. Сегодня это один из самых важных отчетов, в частности, 18.30 по московскому времени, запасы нефти в США. Завтра мы проанализируем этот фонд. Соответственно, поговорим еще и о китайской статистике, ну и, может быть, определим новые ценовые ориентиры. Поэтому сейчас, пока занимаем такой режим ожиданий, готовимся к тому, что можем вернуться на рынок с уже новыми коррекционными идеями и в ожидании нового витка распродаж по бренду WTI. Что касается российской валюты. Актуальная котировка на текущий момент 69.42. Мы придерживались значений 70. Напомню, что наши ожидания, связанные с возможным еще одним витком девальвации курса национальной валюты российского актива, были обоснованы. Потому что мы регулярно сравнивали все, что происходит с рублем, отталкиваясь от динамики нефти. И поскольку мы делали прогноз в пользу того, что нефть просядет, понимали, что и рублю придется в связи с этим сдавать. Многие, конечно же, я даже помню в комментарии, что на 69-68 рубль уже не уйдет, я помню. Я не хотел даже вступать в дискуссию в связи с этим, потому что, в принципе, не видел стоящих аргументов, которые указывают в пользу того, что рубль нащупал уверенные аргументы для восстановления и дальше будет только крепчать. Поэтому я оказался прав. Мы видим то, что рубль по-прежнему переживает не самые лучшие времена, а может быть даже худшие. Потому что мы сейчас не знаем, где вот эта коррекционная динамика может быть остановлена. Но я считаю то, что 70 это вопрос ближайшего времени. Мы сможем забраться еще выше против американского конкурента, если при этом и нефть будет и дальше слабеть. Поэтому те, кто еще не зафиксировал, соответственно, профитные ожидания по паре USDRA в районе 70, давайте дождемся. Осталось еще совсем чуть-чуть. Но если вы присоединились к этой идее, вы уже в хорошем профите. Поэтому осталось подождать еще немного. Далее идем. Европейская валюта на текущий момент. Актуальная котировка 1.0902. Хотя допускаю, что может быть небольшая погрешность, потому что брифинг идет уже почти 15 минут. И, соответственно, фара не стоит на месте. Что же интересного происходит с европейской валютой? На прошлой неделе мы ориентировались на предстоящие заседания Европейского центрального банка. Ясно понимают, что без дополнительных мер экономической поддержки ЕЦБ и еврозоны уже не обойдется. Потому что валютный блок нуждается в помощи. И эта помощь может быть оказана экономике только в том случае, если изменить ключевые параметры денежно-кредитного регулирования. Мы следили за статистикой, констатировали регулярную слабость буквально всех секторов промышленного сектора, сектора услуг, недвижимости, рынок труда. Несмотря на позитивные отчеты последних нескольких месяцев, мы все равно видим то, что показатель уровня безработицы находится на катастрофически высоком уровне, самом высоком среди всех развитых рынков. Это, соответственно, еще один негативный повод. Ну и самый, наверное, важный фактор, от которого мы отталкивались, это состояние индекса потребительских цен. То есть, по сути, уровня инфляции в регионе. И буквально до четверга за сутки мы анализировали актуальные цифры по индексу потребительских цен. Очень много трейдеров надеялось на то, что индекс потребительских цен вырастет вместе с инфляцией. Но по факту мы увидели то, что уровень инфляционного давления снижается. Место прогноза 0,2%. Мы увидели значение 0,1%. Годовой показатель общий индекс потребительских цен и вовсе просил с уровня 1,1% до 0,9%. После этого отсчета я ни грамма не сомневался в том, что ЕЦБ обязан быть проактивным и, соответственно, анонсировать, должен анонсировать более агрессивные меры экономического стимулирования. Так мы подобрались, соответственно, к четвергу. Напомню, что те идеи, которые мы руководствовались в рамках наших брифингов, эта идея предполагала возможность роста европейской валюты. И связано это было с тем, что была все-таки вероятность того, что драги не оправдает все ожидания, которые присутствуют на рынке. И если это произойдет, вероятность локального роста будет куда выше, чем потенциальные коррекции. Нашей долгосрочной цели мы непременно дождемся. И я еще раз акцентирую ваше внимание на то, что долгосрочно, как и по большинству других активов, мы верно определяем ориентиры. Евро будет дальше слабеть и в перспективе ближайшего, относительно ближайшего времени, доберется снова и до уровня 1,05%, а потом пойдет и в район паритета. Я думаю, даже сходим еще ниже. Но нужно понимать то, что на рынке присутствуют еще и такие понятия, как проторговка, вредность, капризность финансовых рынков, площадок, которые периодически приводят к тому, что мы видим не те тенденции, которые нам хотелось бы видеть в рамках долгосрочного, раз и навсегда, особенно если мы определяем конкретные ценовые ориентиры. Вы к этому должны быть готовы и, соответственно, никогда не допускаете превышения плеча по вашему депозиту больше, чем 1,10%. Что же, по факту, случилось и мы услышали от ЕЦБ? Во-первых, ставка рефинансирования осталась на прежнем уровне, 0,05%. Ставка по депозитам минус 0,2% ранее. Соответственно, новый шаг он все-таки претерпел и поспособился к определенному изменению. Фактическая ставка минус 0,3%. На рынке были ожидания того, что ЕЦБ пойдет на более агрессивный шаг, тем более, что за некоторое время до этого мы получили абсолютно недвусмысленные свидетельства о том, что ЕЦБ рассматривает возможность ступенчатого снижения отрицательных процентных ставок по депозитам, и, может быть, следующим шагом будет снижение на минус 0,3%. Но, наверное, консенсус все-таки прогноз был на 0,2%. И, по идее, если бы все пошло так, как нам бы хотелось, мы должны минимум были увидеть ставку по депозитам минус 0,4%. Но сейчас она 0,3%. ЕЦБ воздержался от еще более решительных мер, оставив это на прозапас. И, что касается, наверное, самого важного инфоповода, связанного с ожиданием изменения программы количественного смягчения. Нас интересовали объемы. На текущий момент, до заседания ЕЦБ, они были на уровне 60 миллиардов евро в месяц. Мы знали то, что без более агрессивного выкупа активов ЕЦБ не справится с задачей, направленной на расширение потребительской активности и поднятие инфляции. Ждали то, что программа может быть расширена на 10, 15 или даже 20 миллиардов евро в месяц. Но, по факту, Драги сообщил о том, что они оставляют этот вопрос подвешенным. И в том случае, если только в перспективе снова будут пересмотрены прогнозы по экономическому росту и достижение целевого показателя по инфляции, тогда, может быть, ЕЦБ пойдет на вот этот дополнительный и так ожидаемый шаг более агрессивного выкупа актива, связанного с поднятием планки программы количественного смягчения. Пока она так и осталась на прежнем уровне. Но вот сроки ее продлили. Ранее она должна была действовать до сентября 2016 года. Сейчас поехала уже, по сути, до марта, то есть на полгода вперед. Ну, на этом тоже спасибо, потому что это в какой-то мере подчеркивает тот факт, что ЕЦБ прекрасно видит те риски, с которыми борется экономика валютного блока. И я думаю, что на фоне катастрофического падения производственной активности, уровня инфляции, розничных продаж, все-таки ЕЦБ, наверное, совершил ошибку, то, что не анонсировал более агрессивные меры сейчас. Потому что если сейчас, а уже по факту можно говорить, мы будем делать ставку на промедление с проактивными шагами, это в конечном счете приведет к тому, что ЕЦБ будет действовать в будущем, но при совершенно другой экономической ситуации, при совершенно других экономических реалиях. И они будут уже, наверное, гораздо более неприятными для всего валютного блока. Но для нас, конечно же, это еще одна возможность убедиться в том, что евро, по сути, долгосрочный аутсайдер. Для тех, кто еще скептически был настроен к возможности распродаж европейской валюты, считайте, что рынок подарил вам очень хорошую возможность не повторить ошибку и все-таки присоединиться к коррекционной идее, связанной с продажей европейской валюты против доллара. И эта идея может быть актуальна, собственно, как и сейчас. Может быть подождать, если удастся, значение 1.10 оттуда продавать. Но, наверное, с какого бы уровня сейчас вы не вошли, потенциал прибыли будет куда более существенен, чем тот негативный сценарий, который может быть связан с возможным продолжением роста, который я, собственно, честно говоря, и не ожидал. В целом, какой вывод можно сделать по факту уже прошедшего ЕЦБ? У Драги, мне нравится такое сравнение, был пистолет. Это пистолет, и он остается, на самом деле, монетарной решимости. Просто мы ожидали, что этот патрон, который находился в обойме через расширение программы количественного смягчения, достигнет своей цели и станет причиной разгрузки европейской валюты. Но он остался в обойме, и Драги просто убрал палец с пускового крючка. То есть, по сути, это решение осталось на будущее, мы к нему готовимся и продолжаем делать ставку на распродажи европейской валюты. Как можно торговать евро-долларом сейчас? Я предлагаю воспользоваться отложенным ордером Sell Stop с уровня 1.0850, Take Profit 1.07. Стоп-лосс при этом стоит поставить на уровень 1.09. Далее идем. Фунт против американского конкурента. Актуальные котировки сейчас 1.40, точнее 1.50.07. Минимум вчерашнего дня 1.49.56. Те, кто долгосрочно придерживался идеи, связанной с возможностью тестирования уровня 1.50, вы вместе с нами добрались до профитных ориентиров. Также поздравляю вас с этим. Закрыли мы еще один хороший, очень прибыльный ордер до конца этого года. Но с продажами британца еще не окончено. Потому что, в целом, если обращать внимание на актуальный новостной фон, мы знаем то, что ключевые факторы для роста британца – это возможность повышения процентной ставки и ожидание роста индекса потребительских цен. Они не действуют. Мы от них отказались очень давно. И дополнительный акцент на то, что оснований для скорого повышения ставок и достижения целевого показателя по индексу потребительских цен нет в этот четверг, когда будет масса статистики по Англии. И, собственно, мы увидим обновленный параметр денежно-кредитной политики. Но, в целом, этот новостной фон я ожидаю в качестве дополнительной поддержки для нашей коррекционной идеи. Сейчас можно торговать британцам следующим образом – против американцев. Селл-стоп с уровня 1.4950, тейк-профит 1.48. Что касается стоп-лосса, то это сопротивление в районе 1.50, после того, конечно же, как мы окажемся ниже уровня 1.4950. Важный критерий, скажем, трейдинга по фонту, он остается в качестве важного критерия, остается все-таки ожидание более агрессивного выкупа актива со стороны Европейского Центрального Банка. Сейчас, конечно же, этот фон можно убрать на прозапас, потому что присутствует, конечно же, ожидание, что если еврозона пойдет на изменение денежно-кредитной политики, направленной через задействование дополнительных шагов экономического стимулирования, более серьезных сдвигов в монетарной политике, опять же, через решение программы количественного смягчения, это просто обязательно заставит Банк Англии также действовать на опережение и задействовать внутренние рычаги для искусственной девальвации и своего национального валютного актива, потому что еврозона – это главный экспортный рынок для британских бизнесменов, и мы прекрасно понимаем то, что в случае девальвации европейской валюты, если фонд останется на прежних значениях, достаточно высоких, значит, Англии можно будет в прямом смысле ставить крест на таком понятии, как роничные продажи, потребительская активность, состояние, адекватное состояние сферы услуг, промышленного сектора, но и достойные показатели по темпам экономического расширения. Поскольку ЕЦБ пока воздержался от этих мер, мы сейчас больше ориентируемся на изменение монетарной политики в рамках Банка Англии, но все равно, наверное, с какой стороны мы бы сейчас не зашли для анализа, мы понимаем то, что аргументов для распродажа британца куда больше. И, собственно, по этой причине я анонсировал идею, связанную с возможностью продаж британца против доллара. Что касается пары USD и иена, здесь на прошлой неделе мы получили серьезный сигнал в пользу того, что доллар будет дальше расти, и ФРС еще ближе стал к решению, связанному с изменением денежно-кредитной политики в сторону повышения процентных ставок. Non-farm perils – количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. По факту у нас 211 тысяч новых рабочих мест против прогноза 200. И еще один серьезнейший макроэкономический отчет – сигнал в пользу того, что ФРС не будет тянуть резину. При этом сразу же подкрепляем подобное позиционирование последними комментариями Дениса Локарта, который в очередной раз уже, не знаю, который за последние два месяца дал сигнал рынку в пользу того, что отдаст свой голос в пользу повышения процентной ставки. Помимо этого, на прошлой неделе дважды выступала Джанет Елен, и она также сообщила о том, что рынку стоит готовиться к повышению ставок уже до конца этого года. Потому что если с этим решением будет, скажем, какое-то промедление, если решительность в этом плане провиснет, то уже в 2016 году ФРС будет вынужден действовать еще более жестко и повышать процентную ставку не ступенчато, как это может быть сейчас, а разом, скажем, на полпроцентных пунктах или даже еще выше. Вот это, конечно же, также лучше не допускать, потому что для рынка это все-таки локальный шок, и поэтому я сделал из этого простой и логичный вывод о том, что Джанет Елен все-таки будет лоббировать идею того, что ставку нужно повысить до конца этого года. На этой неделе у нас будут розничные продажи еще. Наверное, один из последних серьезных отчетов для того, чтобы еще раз оценить возможности и готовность американской экономики и ФРС к повышению процентной ставки. Но я думаю, что нормализация денежной политики не за горами. Нужно делать ставку на рост американца. И, соответственно, торгуя попали USD-иены. Это наша цель с ТОП-25. От нее по-прежнему не отказываемся. Далее идем. USD-ката. Здесь понятно, что, учитывая стремительное ослабление позиций нефтяного актива, канадец оказался под серьезным давлением. В принципе, под давлением оказалась и норвежская крона, которая также зависит от цен на энергоресурсы. Мы видим то, что бренд, в принципе, сохраняет потенциал для еще большего ослабления. Мы, руководствуясь целью ранее по паре USD-кат в районе 1.35, зная то, что обязательно до конца этого года доберемся до этого значения. Локальный хай, в частности, 1.3620. Сейчас пара торгуется на уровне 1.3572. Поскольку мы достигли нашего ценового ориентира, я предлагаю пока также взять паузу. Разумеется, порадоваться тому профилу, который был зафиксирован в связи с реализацией этой идеи. Посмотреть за развитием ситуации дальше по канадцу. Но я думаю, что до конца этой недели мы снова вернемся к этому дату валютных активов и посмотрим, как торговать им дальше. Еще пару слов хотел сказать про перспективы австралийца и новозеландской валюты. В частности, австралийца, думаю, что будет дальше неплохо терять, потому что актуальная оценка состояния рынка железной руды, которая является ключевым активом для одним из основных сырьевых активов для экспорта Австралии, указывает на то, что австралийская экономика будет испытывать серьезные трудности, потому что на прошлой неделе стоимость на железную руду просела до минимального уровня за последние 10 лет. Это 38,9 долларов за тонну. Мы знаем также, что падают и инфляционные ожидания. Мы знаем то, что Австралия продолжает дисконтировать серьезные риски, связанные со замедлением и экономическим спадом Китая. В частности, актуальная статистика – это падение экспорта. Данные прошлой торговой сессии до минуса 6,8%. Серьезный, конечно же, негатив, который указывает на то, что жесткая посадка Китая продолжается. И все это можно использовать в качестве такого тотального негативного фона, указывающего на то, что Резервный банк Австралии просто вынужден будет пойти на еще одно снижение процентной ставки. Мы непременно дождемся этого решения. Но очень важно, чтобы в этот момент вы ни в коем случае не находились в длинных сделках по австралийцу, потому что долгосрочно, да даже среднесрочно, можно говорить о том, что австралийц пойдет вниз. И это значение, соответственно, 0,70, которого мы доберемся. Что касается новозеландца, здесь риски такие же, как и для австралийской экономики. Но единственное, что железную руду можно поменять на молочную продукцию. Аукционы последних месяцев указывают на то, что цены постоянно снижаются. И самое важное, что сейчас стоит отметить по перспективе новозеландской валюты, это сегодняшнее заседание Резервного банка Новой Зеландии, где с большой долей вероятности, я бы даже сказал, 90%, Резервный банк Новой Зеландии может пойти на снижение процентной ставки на 25 байсных пунктов. С 2,75% до 2,5%. Я ожидаю, что это решение будет анонсировано. И, соответственно, если мы дождемся этого прорывного события, долгожданного, потому что ориентируемся на него очень давно, Новозеландец будет ослабеть динамичность сначала австралийца, и по принципу цепной реакции может легко потащить с собой дополнительно еще и АУСИ, соответственно. Наша цель по NZD-USD находится на прежнем уровне 0,64. Сейчас пара торгуется в районе 0,66-0,26. Но я думаю, что доберемся до нашего целевого ориентира уже в самое ближайшее время. Немного затянули мы сегодня, но просил я прощения за то, что нам придется все-таки обратить внимание на более целостный фундаментальный фон. Я думаю, что вы меня простите, потому что все-таки моя задача в вас информировать обо всем, что происходит на финансовых рынках. И информация – это стоящее дело, если, конечно же, мы занимаемся трейдингом. Профессиональным, полноценным и долгосрочно ориентированным. Еще раз напомню, что кодовое слово на сегодня – это ралли. Величина бонуса – 12%. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.